Великой Отечественной В 1936 году 20 декабря Я считаю, что в центре Харькова По крайней мере Я свой Харьков Безумно люблю Безумно люблю Причем всю жизнь И поэтому Я родилась Улица Сейчас она называется Воробьева Если не переименовали И угол Воробьева И Скрипницкий Узвиз На углу стоит Старое здание Двухэтажное Которое, если подреставрировать Оно очень красивое Я жила там на первом этаже Что еще о себе могу сказать Однажды мы ехали в трамвае Моей дочке было 3 года Мы ехали в сторону Журавлевки К ее бабушке И трамвай был переполнен После работы Рабочее время Люди рабочие Она не побоялась Ее на руки взяли И я говорю Ой, какая беленькая Она у меня очень Была долго белая Сейчас уже Она говорит Вы знаете, почему У меня такие белые волосы? Ведь там вон Третий роддом И мы там все родились Я мама и папа И потому у меня белые волосы Так что родилась я В третьем роддоме Я перед тем, как мы начнем с вами общаться Хотел бы вас спросить о разрешении Снимать это интервью В дальнейшем использовать эти материалы Для показа другим людям И в других местах А также для создания других видеоматериалов Документального фильма Коллажей Определенных зарисовок документальных Вы даете такое согласие? Я такое согласие даю Потому что Ну за последнее время Более близко узнала Антона Романовича И я ему очень доверяю Честно говоря Он Ну на меня Очень хорошее впечатление произвел Хотя я по натуре Человек Не очень добрый Я считаю Почему-то я делю У меня нету серого Вот у меня белое и черное Вот Или нравится Или не нравится Вот Такая, к сожалению Без родителей я осталась очень рано Где-то Четыре с половиной Но пяти еще мне лет не было Поэтому все, что я рассказываю Я помню сама И больше мне рассказывать было некому Хотя Жива была бабушка Которая фактически спасла меня Бабушка Мать моего отца Но в те годы Ну фактически я же родилась В годы еще жизни Сталина Не принято было вообще задавать вопросы То есть не то, что не принято А даже не возникало никогда желания Спросить Потому что Ну я знала, что из этого ничего хорошего не выйдет И поэтому Никогда вопросов не задавала Значит я родилась Можно сказать В рабочей семье Мама моя Из семьи Из богатой семьи Отец был купец первой гильдии Или первой, или второй Не знаю точно Жили они в Житомире Он торговал мануфактуры И я ездила в 1969 году в Житомир И там еще жив был Старший мамин брат Йосиф Гримбоем Йосиф Абрамович Гримбой Не знаю сколько ему было лет Но он на пенсии уже давно был И он мне поводил по Житомиру И показал гимназию В которой моя мама училась и закончила И показал Вот там в Житомире в центре Стоит памятник Королеву Он сказал Вот на этом месте Были наши торговые ряды Были наши магазины Ну немножко вот так он рассказал Ну вот То, что я о семье Семья была большая Мама была девятая Их была двойня Она и брат у нее Вот брат прошел всю войну Живой Ну был живой Где-то в 70-х годах В начале 80-х он умер Вот Братья у нее всего было два Вот это старший брат Иосиф Я так поняла Уже теперь Когда я начала ходить в синагогу Когда я окунулась в еврейство Поняла, что он был Очевидно Подпольным раввином В этом В Житомире Потому что он поднял досточку В своей спальне И оттуда достал книги Которые я теперь уже понимаю Что там на еврите написано Ну тогда я на них посмотрела Они никакой интереса меня не вызвали И спрятал он обратно Он мне ничего не сказал Показал к ней Может быть что-то сказал Но так как я все-таки Ну совершенно неграмотная Вот Ну я жила в украинской среде Считала себя украинкой И потому знаю И люблю украинский язык Очень люблю И песни И творчество И художественные все произведения Обожаю наш художественный музей Люблю туда ходить И детей водить Вот Поэтому я очевидно Ничем этим не заинтересовалась Единственное Что у меня возникла мысль Что я когда ехала к ним Это было в 1969 году Я купила бутылку шампанского Это было непросто Достала Ну что-то еще Но меня больше всего поразило Что они его не поставили на стол Не выпили при мне И ничего не ели Из того, что я привезла Но это теперь я понимаю Что все, что я привезла Было не кошерное А они соблюдали Очевидно кошерную пищу Вот А второй брат Второй брат Яков Он был военный У него семья Значит Они эвакуировались Его мама То есть Не мама Его Его жена И двое детей Сын и дочь Сын еще живой Живет в Киеве Вот я не могу ему С апреля месяца дозвониться Вырезали кабель Как не позвоню Сказали одно число Потом другое Потом сказали 31 октября Я дождалась Позвонила Сказали 1 апреля Восстановят связь Вот сын живет Он не старше меня Он мой ровесник Он моложе меня На год или на два Вот так Детей у них с женой нет Он еще работает И жена его работает Жена его заслуженная Учительница Украины И в общем Очень такая Продвинутая Русский язык Литературу преподает Вот Остальные Я не знаю Остальных Маминых родственников Нет Еще была У маминой сестры Значит Как это все получилось Ну это уже получается Послевоенная жизнь Значит Когда я училась В ремесленном училище А ремесленное училище Довольно закрытого типа было И вообще Оно здание Так вот Буквой П И перекрестком И тут Зданием закрытого На котором Первый этаж Столовая На второй Клуб И спортзал То есть Мы не могли выйти Чтобы выйти Со здания Нужно было взять Увольнительную У мастера Или у классного Руководителя И потом только выйти Когда приезжал Старший брат Моего отца В Харьков Он продолжал быть Врачом Хирургом Он жил тогда В Золочеве Он приходил Брал меня И мы так сказать Гуляли по городу Однажды шли мы С ним по городу И навстречу Идет ему Представительный мужчина С орденом Ленина На груди И они Значит здороваются Обнимаются А я так Как учила меня Бабушка Мама Моего отца Никогда Не стоять Не присутствовать При разговоре Старших Ну вот так Было принято Она встречалась Допустим Со своими подругами Я должна была Или во двор Уйти Или куда-то Отойти Не слышать О чем Они говорят Ну теперь-то Я понимаю Они боялись Что мы что-то Услышим И разболтаем Как дети Не понимая Все это Вот он Стал Разговаривал С этим мужчиной Этот мужчина А потом говорит Почему ты никогда К нам не приходишь Ну я говорю Ну я не знаю Где вы живете Ну он У него была газета Он оторвал клочок Газеты На нем написал Свой адрес Пушкинский Въезд 6 Квартира 40 Ну это Спрятала Этот адрес Они расстались Потом Когда они разошлись Я говорю Это ваш Дядю своего Старшего Брата Отца Кто это такой Да это просто Знакомый был Твоей мамы Ну просто Знакомый Думает Что же я пойду К просто знакомому Ну кто я такая Для просто знакомого Это было В 1952 Или В 1953 Году И этот клочок Бумаги У меня Сохранился До 60 1967 Года Когда я уже Закончила Все И школу И институт И все У меня появилась Масса свободного времени И я все таки Взяла этот клочок Бумаги Не потеряла И пошла И взяла Две маминых Вот этих Вот Вот этих Вот две фотокарточки И пошла Стучусь в дверь Он спрашивает Кто Кто там А Глазков тогда Еще не было Я говорю Ну как вам сказать Кто там Я Дочка Вашей знакомой Ну он видна Или по голосу Или потом кричит Своей жене Рита Рита Ты слышишь Она знакома Да ты моя Двоюродная сестра То есть Это маминой Старшей сестры Было Пять сыновей Вот Три из них Жили в Харькове Два В Киеве Значит Киевского Одного Я видела У этого Дал адрес Старшей сестры В Москве Это было В 1969 Или 70 Году Арбат Уже расселяли Эти многоквартирные Коммуналки И она получила За речным вокзалом Квартиру Там она жила Там я ее навестила У нее тоже был сын Но у сына Детей не было Сын уже ушел из жизни Он академик был Он был по Железнодорожному Транспорту И у него я тоже Бывала в гостях Он как раз Его по работе Почему-то В общем По обмену Или посылали Он был в Лондоне И он рассказывал О лондонском метро И как ему повезло Что те Которым он приезжал Дали ему билет На проезд Потому что Это очень дорого Ну и оттуда Он привез Джинсы жене своей Вот Ну в общем Мы у него были Я даже уже с дочкой Дочке было уже лет Десять или двенадцать Наверное Значит вот это Потом еще два брата Было Из пятерых Значит Яша и Сема Сема работал на ХТЗ Я с ним перезванивалась И тоже была в него в гостях У него была Жена и двое детей Ну потом как-то так разошлись Все поумирали А Яша Жил на Чернышевского Семьдесят пять Несколько раз я ходила Ни разу его не застала Так что я его так и не увидела Ну вот это та родня Которую я помню Вот Конечно Были еще У маминой Сестры Сестры Тоже четверо или пятеро детей Две дочери И три сына Сыновья погибли на фронте И этого старшего брата У Йосифа Которого я ездила в Житомир Был единственный сын Моня Он закончил Танковое военное училище И на Курской дуге Он погиб То есть Никого не осталось От этого Ветви Потому что Моня Не успел жениться И он был единственный Ну а старики Уже тоже давным-давно Ушли в мир иной Они все старше мамы Моя мама была 1898 года рождения Поэтому Ну вы представляете Какого возраста Были все эти Она самая младшая Была в семье Значит Ну вот это то Что коротко О моей семье Мама Значит Гринбоем Ревекка Абрамовна Абрамовна 1898 года рождения 11 июня Работала На Теняковке И Была активной Комсомолкой Ну не знаю До скольки Тогда были у Комсомоли Это ей уже было Очень много лет Потому что Я родилась И было 38 лет Я родилась в 36 году Ей было 38 лет Кесарево сечение делали Я тоже родила Дочку тоже Кесарево сечение Так что это у нас Родовое Очевидно было Но я тоже поздно Я тоже в 35 Дочку родила Ну что еще Мой Отец мой Отец мой Криничанский Михаил Маркович 1912 года Рождения Родился Ну он тогда был Село Поселок Великий Бурлук В центре Великом Бурлуке Там Мама его Кухаренко Марфа Яковлевна Вот она В молодости Такая У нее Было Три сына Мой Отец Был Средним Старший Сын Ее был Криничанский Даниил Маркович 1909 Года Рождения Закончил Наш Мединститут В 1941 Году Уже Эвакуированный В Чкалове И всю Войну Закончил Санитарно-хигиенический Потому что Он в детстве Повредил Один глаз И видел Только на один глаз Но у него Были очевидно Какие-то способности Он мог Вправить Вывих Мог Вправить Ну Направить Вот это Вот Перелом Ставить Правильно Руку Вот И он Как только Закончил В 1941 Году Мединститут Он попросился На фронт Ну И не то Что попросил Но именно Хирургам И хирургам Фактически В этих Воспиталях При передовой Оперировал Всю войну И когда Война Закончилась То Он был Переброшен Еще Там в Корее Ну С японцами Была война Еще там Не закончилась Он Переброшен Был туда И Пока Они ехали Туда Война Третьего Сентября Закончилась И он Там Еще Служил До 1951 Года Служил Там Был Военнослужащий При лагерях Военнопленных Японцев Вот В 1951 Году Бабушка Ее Подучил Учитель Мой Русского Языка В деревне Ну что У нее Получается Мой отец Погиб Самый Младший Сын Ее Максим Был Попал Он Закончил Наше Харьковское Перед Войной В 1939 Погранучилище И В каком-то Звании Был В Киевском Военном Округе Попал В окружение И Ну Не застрелился Попал В плен И всю Войну Провел В Германии Там Встретил Девушку Из Золотчева Которых Туда Погнали На работу Он Был 1916 Года Рождения Она 1926 У нее Там Был Приступ Аппендицита И Ей Перевязали Трубы Чтобы Славяне Не Размножались Они Там Уже Поженились Мой Дядя Максим И Шура Гришня Шура Алексеевна Вот И они После войны Вернулись Он Не имел Права Жить В больших Городах Так Как он Бывший Офицер Не Застрелился Это ему Все время Подчеркивали Остался Живых Он Закончил Курсы Бухгалтеров Но все равно Ему нигде Не разрешали В городе Работать Они Жили В Золочеве В Харькове Они Не могли Жить И В Золочеве Он Там Прожил Всю Жизнь Детей У них Не Было По Причине Я Сказала Там Он Умер И Уже Тоже Ушли Из жизни Он Был 1916 Года Рождения Потому Что Бабушкин Муж Клиничанский Марк Игнатьевич Был Служил В Первую Мировую Войну Тоже Был В плену Вернулся Из плена И После плена После этой Войны У них Родился Значит У них Было Два Сына Даниил Девятого Года Мой Отец Двенадцатого И Третий Максим Был С шестнадцатого Года Рождения Вот Это Семья Моей Бабушки Так Мы Жили В Харькове Мама Работала Швеей На Теняковке Папа Работал На радиозаводе На радиозаводе Который На Конном Почему Он там Работал На том Радиозаводе Значит После Революции Вообще Бабушка У меня Ну И вы По фотокартам Видите Она была Очень красивая Она до глубокой старости Была Статная Вот как Казачка Красивая У нее были Густые Темно-темно Каштановые Волосы И вот Такенная Казачка У нее До До Сабла Уже Где-то Она В 70 Чем-то Лет Просто Взяла Вот так Отрезала Говорит Она Мне Голову Тянет Я Не Могу Говорит Ходить Мне Тяжело Ходить Вот Она Очень Красивая Была И Дид Марко Очень Ее Ревновал Она Видно Моложе Ее В 16 Лет Она Из Бедной Семьи У нее Мама Умерла Когда Ей было 4 года Их Было Пятеро Детей Отец Женился Пришла Женщина Еще Пятеро Привела Бабушка Была Самая Младшая 4 года Значит Ее Ну Усей Посла Там Соседских Еще Кого-то Потом Ее Где-то Лет 8 Отдали К Попу Работала Она На Кухне Там То Посуду Мыла То Что-то Помогало И В общем Фамилия Моей Бабушки Девич Кухаренко Кухаренко Марфа Яковлевна И Вот У нее Какие-то Большие Способности Были Куховарству И Она Там Рано Начала Готовить Рано Начала Готовить И Вот Уже И Так Она В общем В семье У попа Она Работала Работала У попа Рассказывала Что Она Рано Перестала Верить В Бога То Есть Не В Бога Но Ходить В Церковь Потому Что Она Видела Как Ведет Себя Поп Ну В общем Там Он И с Девочками Баловался И Приносили Ему Последние Люди Бедные Последние Десяток Яиц А У нас Они Бочками Стояли Мы Полы Натирали И В общем Все Ну Вот Вот Такая То Она Сразу Ну Молодой Очень Поняла Что Значит Поповская Жизнь Вот Потом Уже Когда Произошла Революция Уж Не знаю Какие Там Были Какие Врачи Что Ее Взяли Где Ее Дети В это Время Были Я Не Знаю Что Она Была В Нижнем Новгороде С Семьей Семьей Врачей И Работала Куховаркой В них Вот Но Они Там Были Не Очень Долго Где-то Год Или Два И Там Она Значит Ну Она Красивая Очень Была Ее Приглашали Ребята Приходи Марфуша На Гумно Вот Она Прибежала Домой В слезах Дочь То есть Жена Этого Врача Говорит Марфуша Чего Ты Плачешь Что Тебя Обидел А Как Как Жен На Гумно Приглашая Погулять Но Она Не Понимала Что Такое Гумно Ну Вы Знаете Что Такое Гумно Это Ток Где Молотят Хлеб Обмолачивает Вот А Она С Украины То есть Русский Языка Не Знала Вот Ну Потом Идет Поводу А Ей Женщины Сидят На Улице Марфуш Ты Поводу Не Ходи Там Вода Заговоренная Та Греть Снею Хай Вона Заговоренная А Я Піду Тай Наберу Приходит А Там Вода Мутная Иде От Нахты Новые Женки Сказали Бже Что Вода Коломутная А Той Наговоренная Ну И С пустыми Відрами Иде Додому Ну Ну Вот Это Она Так Мне Рассказывала В детстве Как Она Была Так Сказать За Границей В России Нижнем Новгороде Вот Потом Она Вернулась Сюда Она Потом Очевидно Она Детей В детдом Сдавала Потому Что Она Где-то Волчанске Куховаркой Потом Работала И У меня Есть Фотография Максим Маленький Стоит Не Не знаю Где-то Фотография На На Стульчики И Она Вот Это С той Фотографией Переснято Вот Она Там Работала А Потом Она Все-таки Видно Он Вернулся Так Ну Не Не знаю Как Получилось Что Они Все-таки С мужем С Этим Жмарком Игнатьичем Построили Дом И Жили В этом Доме Но Он Очень Грюновал Ее И Издевался Над ней Вот Эту Вот Руку Ее Намотает И Вожжами Ее Как Хорошо Опил Он Хорошо Как Напьется И Вожжами По Двору Значит Ну Она Ему Однажды Когда Он Протвезер Сказала Если Ты Еще раз Меня Пальцем Тронешь Я Тебе Вот Не знаю Увидели Вот Эти Утюги В Которые Насыпали Угли Я Тебя Грюнет И Убежал В Харьков А он Был Краснодеревщик Он Был Очень Хороший Мастер Деревщик Вот Жили Они Большой Семьей До Того Как Построили Дом И Дом Их Был Под Железной Крышей Вот Ну Сыновей Много Было И Невест Так Много Было Так Что Они Жили В достатке Потому Что Видно И земли У них Много Было И все Были Работящие Так Ну Что Еще Об Этой Революционной Жизни Их Не Сказать Кота Он Ушел Она Осталась И В 1927 Году Вот В Великом Бурлуке Село Плоское Была Первая Коммуна Которую Григорий Петровский Его Он Или Григорьевич Или Григорьевич Вот Приезжал Организовывать И моя Бабушка И эти Ее Три сына Были Коммунарами И там Они Посадили 40 гектар Сада Но Сейчас Его уже Нет У этого К сожалению Сада Я знала Все кварталы Вот там Квартал Титовки Квартал Там Пепенки Квартал Еще Ну 40 гектар Сада Они Посадили Красивый Был Хороший Колхоз А Ну Сначала Аж Комуна И Это Самое Были Комунары А потом Уже Это Самое Организовался Колхоз Все Три сына Ее Были Были В Харькове Почему Были В Харькове Самый Старший Даниил Ну Очевидно Я не знаю Комсомолец Ну Бабушка Вот Она Передовая Такая Была Она Как-то За советскую Власть Конечно Была И Меня Так же Она Учила Естественно Вот И Старший Сын Даниил Его Послали На Раскулачивание Ему Это Очень Не Понравилось И Он Убежал Убежал В город А Отец Уже Раньше Убежал В город Он На Москалевке У него Уже Было Полдома Он Купил Себе Полдома И Сыновья Прибегали К нему Прибежал Значит Старший Даниил Он Его Устроил На Завод Радиозавод Он Учился На Токаря И Ну Я Не Хвастаюсь Но Они Смекалистые Были В общем Ему Показали Как Надо Затачивать Это Само Точило Как Резец Надо Под Каким Углом Все Это Как Правильно Детали Зажимать Все Это В Токарном Станке Все Это Как Правильно Делать И Он Недельку Поработал И Понял Что Надо Если Не Так А Вот Так Направлять Резец То Можно Деталь Два Раза Быстрее Обтачивать И Он Значит Дневную Норму То есть Недельную Норму Выполнил За Один День И Тогда Рабочие Подошли К нему Говорят Ах Ты Гад Такой Ты Что Нас Без Хлеба Хочешь Оставить Нам Срежут Сейчас Сем Нормы И Что Мы Будем Делать Ну В общем Пришлось Ему Свои Новаторства Оставлять Так Сказать При себе Он Неграмотный Был Он В 20 Лет Пришел Харьков В 30 Году Закончил Ликбез И Что-то Еще Тогда Называлось Как-то Забыла Что Как Сейчас Просто Забыла И Поступил В мединститут На Дневное Отделение Он В это Время Был Женат Ребенок Был Жена Работала Тоже Токарем Тоже На том Ж Радиозаводе Так Это Значит Про него Я Фактически Все Хотела бы вам Вопрос задать Скажите Вы же в курсе О Голодоморе Который был в Украине Да Да Как-то вашей семьи Коснулось Да Значит Он Пошел Учиться Жили Они В Харькове На углу Энгельса И Свердлова Там Просто Сразу За углом У них Широкие Такие Окна Были И Родилась Дочка В них В 32 Году И Они Позвали Бабушку В город Чтоб Бабушка Нянчила Ребенка Бабушка Нянчила Ребенка Этого Спала На подоконнике Потому что Они жили В проходной Комнате У Сестры Жены Его Там Их тоже Три сестры Было И Они Я так Думаю Познакомили Моего Отца С моей Матерью Потому что Одна из них Тоже Работала На Теняковке Да И Приехали Уже В 33 Или В 34 Году Я точно Не помню К бабушке С колхоза Колхоз был Петровская Комна Перешла В колхоз И сказали Марфа Яколевна Возвращайся У нас Ну в общем Много Поумирало Людей Остались Дети Там Гусевы Крывули Фамилии По четверо По пятеро Детей И Мы Образовали Патронат Но Воруют А ты такая Что сама Не украдешь И людям Не позволишь Это Ты не позволишь Детей обижать И бабушка Оставила Этого ребенка И вернулась В село Но дом К тому времени Она уже продала И между Тремя сыновьями Значит Разделила Доход Так сказать От дома И поэтому Она жила При детдоме При этом детдоме Детдом В то время Был Село Яишня Это 4 километра От этого Плоского В котором Потом я Была Вот И я там До войны Была Помню Это Этот детдом Я приезжала С мамой И у них Там были Куры И петух Мне посадился На шею И клевал Меня Вот так Я помню Этот патронат Помню Как кровати Стояли Как дети Какие были И у меня Есть Фотокарточка Этого Довоенного Детдома Есть у меня Вместе с бабушкой Они с фотографией Ну часть Часть детей Вот так Я знаю О Голодоморе Потому что Эта бабушка Сказала Поэтому она Вернулась Из Харькова Туда Что очень Много Умерла Ну как Всегда Родители Запихивают Своих детей Последним Куском А сами Уже Как-нибудь Вот И все Эти дети Фактически Выросли В этом Селе И Фактически Остались Кроме Ну тех Которые Уже После Войны Это Самое Ну Вот Но так Конечно Мы В Харькове Наверное Мы не Голодали Потому что Папа Работал На заводе Мама Работала Вот Я Ну Я не помню Конечно Голода Я не помню Но я Одна У них Была Вот Хотела бы как раз Все-таки Ваше воспоминание Прямо До войны Накануне войны Что вы понимаете Именно Вы Папа Мама Связанная С вами Значит До войны Уже Уже Ну К нам Мы Значит Общались С родственниками С мамиными Сестрами Вот Мы к ним Приходили Они к нам Приходили И Старшие Это Вот Старшего Брата Жена С дочкой Тоже к нам Приходила Ну Вот Это я Помню Значит Мы Жили В нас Была Комната В длинный Коридор Один туалет На весь коридор И одна Кухня была В нашей Комнате Была Она была Квадратная Дверь И два Окна Мы Мы Жили Окна Наполовину В земле В полуподвальном Помещении В комнате Стояла Моя Кроватка Стул Шифонер Стул Мамина Папина Кровать Кровать Стул Мамина Швейная Машинка На машинке В радиоприемник АРЗ Стул Диван Черный Кожаный Потом Дверь Забитая В соседнюю Комнату Там у нас Вешалка Была И печка И за печкой Столик Кухонный А посреди комнаты Носовальный Стол Стоял Вот такая Обстановка Была В нашей Комнате Мама Швея Была И швейная Машинка Ножная В нее была Отец Радиоприемник Не знаю Купил Или сам Сделал Он мог У него Отец мой Тоже был Очень большой Мастер Он мог Ну это уже Рассказывал Старший брат Его Что он мог Сделать И балалайку И мандолину И играл На всех инструментах И сам себе Сделал гармонь И тоже На ней играл И она Еще осталась После него После войны Когда вернулся Из плена Самый младший брат Бабушка Ему отдала Он был Года или два На восстановление Днепровеса И там Значит Они отдыхали Под эту гармошку Отцову Моего отца Вот Что еще Собирались У нас Потом Мы жили Очень близко От Благовещенского Базара И поэтому У нас Всегда Ночевало Много Людей Из Великого Бурлука Они спали На полу И на диване Ну что-то Стелили там И поэтому Когда Уже Даже Я В 1985 Мой классный Руководитель Пригласил Меня На 50-летие Школы Это Село Петровское Плоское Село Плоское Ну вот Они Вынуждены Были Приезжать Тогда Не было Базаров Как сейчас Они Что-то Продать Им Ну Зарезали Кабана Значит Тут Они Приезжали У нас Останавливались И на Благовещенском Базаре Значит Продавали То Что Они Привозили Вот Вот Это Такие Воспоминания Ну Двор У нас Был Зеленый Потом Папа Мне Сделал До войны Такие Как Финские Сани Есть Почему Я помню Потому что Он Сзади Стоял На Полозах А я Сидела И Там У нас Очень Сильный Такой Крутой Спуск И Вот Он Меня На Улицу Мельникова Вывозил На этих Санках Ну Это То Что Я Тоже Помню Ну Что Еще Из До Войны Ну Эти Братья Тоже У нас Бывали Я Их Лиц Не Помню Но Помню Что Вот Тут Такая Была Та Самая Бляха И На Ней Звезда Большая Вот Именно Вот Этот Которому Я Пошла Сказала Что Я Знакомая Ваша То Что Началась Война Я Конечно Может быть И не Совсем Понимала Но Мама Начала Ходить На Занятия Где И Меня С собой Брала Где Учили Как Перевязку Сделать Как На Носилки Положить Раненого И Как Вот Вдвоем Можно Посадить Раненого Еще Тут Две Руки И Получается Стульчик Можно Перенести С одного Места На Другое Вот Это То Что Я Запомнила Потом По ночам Уже Стали Бомбить Харьков Вот И Мы Естественно Выскакивали У нас Во дворе Был Подвал Довольно Глубокий И Выскакивали Бежали Через Двор И Конечно Я Смотрела На небо И Видела Вот Как Эти Лучи Прожекторов Скрещивается И Ловят Этот Самолет И Дальше Его Ведут 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 Этот И Как Свистят Бомбы Очень Страшно Вот Когда Она Падает Очень Страшно Вот Такое Впечатление Что Она Именно На тебя Нацелена Именно От тебя Попадет Ну Вот Это То Что Я Как Грец Помню Потом Еще В это же Время К нам Из Житомира Приехала Моя В общем Я не соображу Кем она Мне доводится Ну Наверное Таки Она Мамина Племянница С Семьей Опатова Мария Григорьевна Мария Григорьевна С Двумя Сыновьями И С Мужем Муж У нее Был Лесник Они На окраине Житомира Жили В них Были Лошади И Обыкновенная Повозка Вот Они Рассказывали Маме И Папе Уже О том Что творят Немцы И Просили Маму И папу Уехать Вместе С ними Вот Отец Мой Уже Тогда Не работал На заводе На радиозаводе А работал Он Почему-то В библиотечном Институте Он Или Завхозом Там был Или В общем Кем-то он был Что у него Материалы В его распоряжении И он Для них Достал Эту фанеру Сделал Им Такую Как Цыганскую Кибитку И На На основании Этой Подводы То есть Там же Колеса Приехали А дальше Были Такие Драбки Грабки И все Вот И они Таки Уехали А мы Не уехали Мы остались Отца Моего В армии Не Прозывали Он Был Белобилетчик Он Был больной С детства У него Был ревматизм И он Бабушка В общем Еще маленький Мне С ним Замучилась По больницам Вот Он Из трех Сыновей Был Слабенький Маленький Маленького Он Роста Был И мама Моя Тоже Была Маленького Роста Вот И На фронт Он не поехал Ну Как Говорили В общем Ну Бабушка Вскользь Что Это уже потом После войны Что его Как комсомольца Направили На связь С партизанами Вот Цей же Жвелык Бурлук Вот И поэтому Мы Я Сам процесс Не помню Как мы там Садились Поезд Как мы ехали Только помню Что мы ехали Поезда И знаю Что через Белгород Потому что Поезда Тогда В ту сторону Великий Бурлук Это Далеко Не доезжая До Купенска То есть Вот тогда Такая была Железнодорожная Ветка Только через Белгород Мы ехали Через Белгород В Белгороде Большая Видно Станция была И станцию Бомбили И я помню Что вагон Начал гореть Мы со своими Клунками Выскочили На платформу Вот Ну не знаю Как там Оно дальше было Но я помню Что разрезаны Один узел Разрезаны А там Только мои вещи Детские И ничего Ну там Может они думали Что там золото Эти вот Мародеры Вот Как мы дальше ехали Я тоже не помню Но уже Помню Что Это самое Приехали Мы в Бурлук Мы Сразу Не в Самоплоское Приехали А приехали Великий Бурлук И там Великий Бурлук Он называется Потому что Там речка И это называется Великий Бурлук Потому что Там есть И средний Бурлук И подсередний Бурлук И еще Какаясь Там Бурлук В общем И там Очень такая Широкая Ну я не знаю Это называется Пойма Или что Как бы Плоскость Луга И этот Бурлук Там речушка Ну В брод ее Перейти можно А вот Вот так Бугры Поднимаются И в одну Сторону И в другую А там еще Эти бугры Тоже еще Пересекаются Вот такие Вот такая Местность Мы там были И мы там были Не в самом Великом Бурлуке И не в плоском А этот Ну потом Я уже знала Что это называлось Колхоз имени Щерса Там Жили какие-то Родственники Моего отца Муж и жена Жена была Без ноги В нее Деревяшка была И мы У них жили Вот Потом Мы довольно Долго У них жили Потом Мы Пошли В это Плоское Это было Конечно Очень далеко Для меня Но это Там действительно Километров Семь Или больше Вот И вот Тогда Я впервые Увидела Немца И тогда Я увидела На поле Скот Который С пулемета Очевидно Или С самолета Коровы Сдутые Животы Вот на боку Они лежат Лошади Жара Июнь Вот так Июнь Июль Июнь Скорее Нет Нет Не август Нет Жара Была Вот И тогда Вот в этом селе Мы плоском Поселились Все трое В доме Рядом С детским Домом Он назывался Патронат Почему-то Они называли Детский дом Где Руководила Мама Моего Отца Марфа Яковлевна Кухаренко Значит Все Эвакуировали Скот Там Зерно Все что Могли А дети Остались Детей не Эвакуировали Бабушка Осталась С ними Под немцами Итак Вот эта широкая Такая долина Вот здесь Плоская А вот там Голубовка Село Мало там хат Даже Я не знаю Сколько Я не помню Там может 10 или 15 Дворов Всего И вот там Были Красноармейцы И все время Была перестрелка Между этими Немцами И этими Красноармейцами Пока они Все видно Не погибли Потом Уже больше Никто не стрелял Вот В одной из ночей Отец Пришел к бабушке Он уходил из дома Ушел Он приходил к бабушке Постучал к ней в окно Это я сейчас Помню Как сейчас И его схватили Изобрали отца Арестовали Вот Он Это самое Его И там еще один был Без руки Петр Изяишнева Вот Они вроде бы Были на связи С партизанами И бабушке Рассказали Что 19 Октября 42-го года 42-го года 42-го года Бабушка на фотокарточке Написала 19 октября 42-го года Помер Миша Понедельник Его И этого Петра Расстреляли Они сначала Выкопали Сами себе Могилы И В этом Великом Бурлуке Там есть переезд Вот Ну так люди Рассказывают Я никогда Там не была И за этим Переездом Их Ну Расстреляли Их Вот А я с мамой Еще оставалась Здесь В этом селе Было Лето Точно Июль Очевидно Или июнь Потому что Были спелые Вишни И Там же Село Село Потом Дорога И сад Этот Сурок Сурок Гектар И В этом саду Среди Яблонь И вишен Этих И слив Расположились Немцы Они Не стояли По хатам Их не было В хатах Они Или потому что Тепло было И поэтому Детям Разрешали Ходить Рвать Вишни Я сама Помню Что я ходила Рвала И мама Меня ругала Что у меня было Белое платье Я в карман Положила А потом Нагнулась И все Платье Было В вишнях Ну вот Такие Вот Воспоминания Вот Потом Я все чаще Играла С детьми В детдоме Который Был Рядом Которым Бабушка Марфа Руководила И потом Мне бабушка Говорит Что Да ты Оставайся И ночевать Оставайся Вот Ну а когда Я вспомнила Что что Я давно Не вижу Маму Ну Сказали Что Мамы Нету Мамы Нету Вот Маму Забрали Я Не видела И как И кто И как В какой День И в какое Число Этого Я не знаю Вот Забрали Она была В Бурлуке Бурлук 7 километров Это районный Центр Там Был Подвал В подвале В этом Те кто не успели Занимались Долгой эвакуацией Руководители Района Или Партийные Руководители Сидели В этом Подвале И туда же Посадили Маму Вот Мама была Беременная Большим Сроком Живот у нее Большой Был уже Это я помню Вот Девочки Старшие Из детдома Вот Мама им Подарила Две Вот эти Фотокарточки Мне они От них Достались От этих Девочек Из детдома Вот И они Ходили Ее Проведывать Это была Катя Миссюра Миссюра Это уже Она по мужу Николенко Она по детдому И Галя Галина Михайловна Крывуля Ну им Было Наверное Лет по 15 По 16 Они старшие Были Они ходили Довольно Долго Носили Что-то Покушать Там Их никто Сидящих В подвале Никто Их не кормил И однажды Они пошли Уже Была Осень Дожди Шли Грязь Была Там Очень Крепкий Чернозем Такое Как Масло И они Пришли И сказали Никого В подвале Нет И они Больше Туда Не ходили Это Была Осень 42 Года Вот И так Я осталась В этом Детдоме Ну Старались Чтобы я Сильно Не высовывалась Если там Кто-то Что-то Приходил Так Под кровать Запихивали Меня Вот Потом Потом Первый Раз Брали Харьков А этот Бурлук Он На той Стороне Донца Харьков На этой Стороне Донца А Бурлук Ну Ближе К России Туда Нет Отступали Из Харькова В 41 Году Октябрь Ноябрь 41 Года Да Вот А это Было В 43 Году Это уже Второй раз Когда Отступили Второй раз И выбрали Второй раз Значит Это было В феврале В феврале Когда Брали Харьков В общем Взяли Когда Харьков Всех Старших Детей Отправили Вот Ребята Отправили По По Военным Училищам А девочки Еще Еще Оставались Но Дело В том Что Вот Эту местность Великий Бурлук Больше Больше Он под Немцами Не был Не брали Его То есть Как Освободили Стали По Донцу И Больше Там Немцы У нас Больше Не были Так Мы Остались В этом Детдоме Я И еще Были Младшие Меня Несколько Человек Ну А Когда Уже Действительно Полностью Освободили Харьков Уже Так Сказать Ну И Харьковскую Область То Девочек Старших Отправили В Донбасс На восстановление Донбасса Вот В частности Это Вот Катя Николенко И Галя Кривуля Они Работали Изолировщицами В Городе Алчевске И Я Даже Вот Когда Вот Это При При Этой Войне Женщину Услышала В Вощад Кассе Что Она Изолчевска Я Подошла В ней И Спросила Она Говорит Да Это Я Тоже На Этом Заводе Работала Но Там Ничего Ни Архивов Ничего Найти Невозможно Потому Что Ну Вот Это Война Но Если Насчет Отца Я Могу Понять Что Его Сдали Потому Что Он Был Связным С Партизанами По Поводу Вашей Мамы Она Жила Очевидно Кто То Донес Что Вот В Этом Селе Есть Еврейка Что Ее Так Сказ Вот Еврейка Не Знаю Кому То Жена Видно Мешала Вот Поэтому Ее Забрали А Бабушка Понимала Что Если Я Буду При Ней То Меня Заберут Вместе С Ней Ну Поэтому Она Меня Там Прогревала В этом Детском Доме А Есть У вас Какие Мысли По Поводу Кто Мог Нет Мысли Нет Никаких Мыслей Нет Абсолютно Никаких И Потом Я Рано Уехала Ну В 14 Лет Я Уехала В 51 Году 7 Классов Закончила И Уехала Из Села Хорошо Так Давайте Тогда Вернемся К Вот Уже Ну Дальнейшему Рассказу Вот Ваша Жизнь Во Время Войны Вот В Селе Плоском Ну Голодали Мы Конечно Потому Что Продуктов Не было Вот То Что Они Там Чего-то Запасли И Кстати В 42 Году Огород Посадили Детдомовцы Потому Что Что-то Кушать Надо Было Потом Один Был Такой Случай Что Вот Еще Когда Живы Были В Голубовке Красноармейцы А тут Еще Немцы Перестреливали С ними Вот Во время Перестрелки У немцев Я так Поняла Что В них Или Ну На машине Или На чем-то Была Хлебопекарня Что Один Из наших Макар Пошел Во время Перестрелки Залез И украл Там Одну Были Две Буханки Хлеба Ну И Когда Принес Бабушка Вообще В ужасе Была Говорит Что Ты Знаешь Что Такое Ну Они Знали Что Такое Немцы Они Сейчас Говорят Если Кинуться Обнаружат Это То И Тебя И Меня Первую Рядом С тобой Да И Всех Нас Что Мы Воры Ну Сошло Срок Это Вот Ну Голодали А Когда Уже Вот Ну Немцев Окончательно Выгнали Колхоз Начал Действовать Восстановился То Конечно Колхоз Помогал Содержать Эти Ну Этих Патронажников Ну Детдомовцев Вот Ну Ну Больше Ничего Я Ты Понимаешь Слишком Маленькая Была Чтоб Что-то Очень Хорошо Помню Как Освобождали Наше Село Очень Хорошо Помню Перед Этим Немцы Всех Выгнали А Снега Тогда Сильные Большие Были Это Сорок Зима Сорок Третьего Года Глубокие Снега И Надо было Прочистить Вот Эта Ждоль Села Дорогу Чтобы Они Не По Снегу Ну Снег Это Самое Был Прочистили Эту Дорогу Но Они Почему Ушли Ну Не В Эту Сторону А В Другую Сторону Через Это Самое Забыла Как Называется Откуда Евгения Мирошниченко Это Село Там Тоже Не Могу Сейчас Вспомнить Через Другое Село Они Ушли А Вскоре Наши Был Солнечный День Ясный Ясный Снег Блестел Белый Прибелый И Едет Первый Танк И На Первом Танке Люк Открыт И Стоит На Нем Танкист Голова В него Обвязана Белым Бинтом И На Бинту Вот Здесь Прямо Видно Кров Проступила Вот И Все Выскакивают Бегут Радуются Ой Радость Такая Была Не Знаю Даже Вот Так Прошел Первый Танк По Прочищенной Дороге Которую Прочистили Немцы Заставили Для себя А Получилось Что Для Наших Бойцов Они Прочистили Дорогу Вот Ну А потом Жили В школу Я не пошла Первый Класс Нечего Было Не одеть Не обуть Ну Как-то Научилась Читать И писать И Когда Уже Вот Первый Класс Кончался Уже Можно Было Ходить Тепло Было Я пошла В школу Нас По трое Сидело За одной Партой Вот Ну Проверили Я читаю Нормально И считаю Нормально И сразу Посадили Потом На следующий Год Во второй Класс Я пошла Во второй Класс Так что За все Начиная Со второго Класса Я имею Похвальные Грамоты За отличную Учебу И поведение Учиться Я очень Любила Мне нравилось Учиться Учителей Всех Своих Абсолютно Всех Помню Кто Меня Учил И в вечерней Школе И до Седьмого Класса Первая Учительница У меня Была Валентина Ивановна Федоренко Очень Хорошая Учительница Очень Хорошо Пела Она И вообще Красивая Такая Украинка Очень Красивая А после Нее Была Нина Гавриловна Харченко Начало Второго А конец Второго Класса Была Вот Уже Я забыла Это Юрия Ивановича Темного Жена Нас Учила Нас Валентина Ивановна Федоренко Уже Вернулся Ее Муж И она Во втором Классе В общем Родила Девочку И она Нас Пока Временно Не учила Вот В третьем Классе Она Нас Опять Учила В четвертом Нас Учила Ефросиня Васильевна Шапарь Ну Она Была Так себе Учительница Знаний У нее Было Немного То есть Валентина Ивановна Была Настоящая Учительница Она Что-то Закончила Какое-то Или Училище А Фрося Васильевна Только 10 Классов Закончила До войны И В войну Она Была В общем Была На фронте И Когда Вернулась С фронта То Пришла Ну Нужны Учителя Она Записалась И стала У нас Учительницей У нас Хорошо Проходили Уроки Пения Она Любила Петь С Абгародом Качкик Плывут Коченята Крячут Боги Девки Зами Ждуть Абагать И Плачут Это Ее Была Любимая Песня Вот В пятом Классе Нас Был Руководителем Василь Васильевич Мы его дразнили А В шестом И седьмом Уже Вернулся С фронта Насач Микола Яковыч Он тоже До войны Закончил Десять Классов Но я так Поняла Что он Или в артиллерии Служил Он Хороший Был Математик И Поступил Как вернулся С фронта Поступил В заочной Учиться На физмат И вот Он Нас Учил Алгебре Геометрии Тригонометрии Я очень любила Учиться Это я уже сказала Но действительно Я любила У меня Очень давалась Легко Учеба У меня была Такая память Что если мне Книжек же у меня Естественно не было Кто мне их покупал бы Но я дружила С девочкой У которой мама Учительница была И книжки в нем были Так вот Если я книжку Прочитала Особенно Вот это По истории По геометрии То я На экзамене Мы же тогда В четвертом классе Сдавали Все экзамены Абсолютно Историю И все Сдавали Я могла Закрыть глаза Сосредоточиться И всю страницу Ну прочесть Как бы в мозгах Прочесть Эту свою страницу Мне не верили Смеялись Надо мной Но я не врала Тогда действительно Так у меня было У меня была Очень хорошая память Я до сих пор помню Кто где сидел За какой партой Как фамилии Этих детей были Которые в классе Кто как учился Ну В общем А в шестом Седьмом классе Когда я училась Я очень любила Математику Я историю Тоже любила И Ну Многим Многие у нас Были переростки Которые Мужей по 15 И по 16 Лет было В школу Уже не прервали И им не давались Эти уроки Им было тяжело Ну Нина Дай переписать Я говорю Я приходила Специально В школу Раньше Ну где-нибудь На полчаса На час Раньше И становилась К доске И писала На доске Эту задачу Доказала Почему именно Вот так А почему Не вот так Надо делать То есть Не просто Давала переписать А чтобы Ну чтобы они могли Ну тоже Развивались Чтобы они тоже Ну мне это так Хотелось очень Ну и поэтому Микола Якович Любимый мой учитель Говорил Якщо ты не поступишь Вчитися на физмат То я Тебе и поважать Не буду Ну я поступала Но не прошла По конкурсу Вот Ну что еще Хочу сказать Что мне За эти годы Очень Тяжко Мы перенесли Когда мы были После пятого В шестом классе Нас была Лукерия Константиновна Демченко Историю у нас Преподавала Тоже очень красивая Такая вот Украинка Невысокого роста Волосы Глаза карие Волосы черные Лицо розовое Такое Она красивая Была Ну не знаю Для меня Она просто Красавица была И ее муж Был Не знаю Не то военный В общем Его послали В западную Украину И у них В них был Маленький Ребенок И она В седьмом Мы были Классе Она вернулась Седая Без мужа И ребенка И поэтому Мне Слово Бендеровцы Шестого Класса Вот так оно Мне То есть Мне очень Трудно Переубедить Что они Боролись За Украину Я не знаю За что они Боролись Они может быть И боролись За свою землю На которой Они жили Но Причем Учительница В общем Так Это Лукира Константиновна Доживала Жизнь В этом селе Вот Физику Преподавал Иван Кириллович Трубчанинов И химию Тоже Русский язык И литературу Федор Федорович Криворученко Украинский язык И литературу Микола Миколаевич Гоген Он был Директор И он Офицер Он тоже Воевал Всю войну Ну Как-то Мы Тогда Не спрашивали Ничего И они Нам ничего Никогда Не рассказывали Разговоров О войне О победе Ну Вот В день Победы Собирались Там Праздник Устраивали Ну Чтобы Были Уроки Чтобы Нам Рассказывали Как Они Воевали Этого Не было Не принято Было Правильно Потому что Это стало Уже Во времена Хрущева Таким Глобальным Праздником А вот До этого Это был День Победы Слишком Много Людей Это Через Себя Пропустило Мы Собирались У нас Там Были Братские Могилы Там Очень Много Могилами Мама Ничем Училище Я училась Три Года И Она Сказала Что Это Самое Если Ты Хочешь Учиться То Три Года Тебя Государство Одевает Обувает Кормит Общежитие Дает И Специально Сдает Вот Три Года Ты Проучишься Подрастешь 14 Плюс 3 17 Хочешь Учиться Еще не поздно Иди И учись На кого Хочешь А сейчас В общем Она Мне не Разрешила Я Так И Действительно Поступила В ремесленное Чище И Когда Я Уезжала В Училище И Когда Я Потом Летом К ней Приезжала Она Сказала Запомни Ты Украинка У тебя Отец Украинец А Кто Такая Твоя Мама Ты нигде Никому Никогда Не говори Ты не знаешь Ни как ее зовут Ни как ее фамилия Ни как ее по отчеству Она Криничанская Криничанская Раиса Ивановна Вот так и запишешь У меня не было Этого самого Свидетельства о рождении Когда я поступала В комсомол А меня нет Ну В школу записали Там же 45 дворов Все друг друга знают И даже Чуть ли не записали Меня Кухаренко Ну Потом Бабушка сказала Нет Ты не Кухаренко Ты Криничанская Вот Поэтому я пошла В район Туда же За 7 километров И бабушка сказала Запиши Значит Что ты Это самое Вот по фотокарточке Криничанская Никаких не было Что мол Ее расстреляли За то Что она Еврейка Ну Все равно Все это Как-то Просачивалось Вот такие Вот дела Что-то я еще Хотела сказать Ну Уже Вылетела Училище Я хорошо Училась Надвигались С Каспия Кто-то Вот И вот это Я была Еще С сестрой Двою Родной Она говорит Ну Как же Ну Где же Где же Она Будет Жить Вы Возьмите Ее Он Говорит И общежития Нету Ну В общем Долго мы там Разговаривали Он посмотрел Мои все документы И сказал Хорошо Найдем мы тебе Место И зачисляем Тебя И зачислили Меня в Ремесленное Училище И занятия Начались 1 октября 1951 года Вот И я Начала Учиться В Ремесленном Училище Значит Три года Я жила В общежитии Училища У нас Был Хороший Спортзал Хороший Был Клуб По Субботам Вечером Наши ребята Со старших Курсов Приносили Пластинки На ребрах Вы знаете Что это Такое Это Ну Эти самые Рентгеновских Снимках Записывали Пластинки С другой стороны Ну и Крутили Вот тогда Лещенко И там Козинцева И еще Я не помню Ну и Танцевали Мы в клубе Были Настоящие Значит Танцы Были Вот Ну я Очень Маленькая Ростом Была Худая И Ужасно Ужасно Некрасивая И у меня И сейчас Все лицо В этих Пятнах А тогда Вообще Сплошная Веснушка Была Не Нашла Где-то У меня Есть Фотокарточка Где-то Ну Такое Уже Муренькое Такое Замушкаренное Ну Мед Сорок С чем-то Там И 45 Килограмм Веса В общем Так что Я уж там Сидела Тихонько В уголочке Ну С девочками Танцевала Ну а Если Мальчики Меня Какие Приглашали То Я Дуже Скиснялась Вот Училище Училась Очень Хорошо Мне Это Было Интересно Мы Изучали Значит Электротехнику Радиотехнику Училище Называлось Связи Электротехнику Радиотехнику Спецтехнологию Черчение Радиоизмерение Что Что Еще Спецматериалы Изоляционные Изучали Все Измерительные Приборы Эти Осциллографы Их уже Сейчас Наверное Нигде Их нету Нам Это интересно Было Почему Там Эллипс Получается Почему Прямая Я все Это знала На какие Электроды Это попадает Какое Напряжение Чтобы Получилась Такая Или такая Фигура Все Мы это Знали Схемы Этих Вот Приборов Я могла Амперметр Сделать Вольтметр Могла Сделать Своими Руками В общем Все Нас Учили Как Паять Как Просверлить Как На Токарном Станке Как На Деревообрабатывающем Станке Работать Вот Это Мы Своими Руками Сделали На Выставку Шагающий Управляемый Шагающий Экскаватор Потом Вышили Большое Поноже В общем Это Киев Где Все Ремесленные Училища Представляли Вот Учили Нас Очень Хорошо Всех Учителей Тоже Помню Кто Нас Чему Учил Вот А можно Вот Вам Такой Вопрос Задать Вы Как Раз Учились С 51 По 54 Год Вы Помните Когда Умер Сталин Конечно Конечно 5 Марта 1953 Года Там Все Так Рыдали Все Эти Наши Причем В Училище Я Сказала Александр Это Само Уже Моисеевич Свербилов В общем У нас Все Директор Зауч Секретарь Библиотекарь Бухгалтер Уборщицы Мастера Все Преподаватели Электротехнику Ну Все Евреи Короче Говоря Были То есть Он Собрал Вот Сохранил Этих Людей Так Сказать Это Очень Знающих Людей И Они К нам Очень Хорошо Относились Безусловно В общем И все Рыдали И все Рыдали И евреи Все эти Рыдали И мы С ними Если они Рыдают То и в обморок Падали И вообще Все это И ходили Вот Где Сейчас Вот это У нас В парке Шевченко Где ладони Вот эти А там Стоял памятник По грудью Это Сталина Вот туда Мы ходили Там В общем Стояли В почете И В себя В училище У нас Теж Так По грудью Было Тоже Мы возле Него Все По очереди В общем Стояли Так что Я это Очень Хорошо Помню Как Это Было Но Это Уже Потом Я узнала Почему Именно Все В училище И В вечерней Школе Все Учители Абсолютно Были Евреи Абсолютно Все Все Доедино Нет Была Одна Гречанка Чича Сейчас Вылетела С головы Красивая Такая Вот Нина Михайловна Я тогда Забегаю Вперед Но мы Просто Чтобы не потерять Сейчас нить Этого У меня Вот Тогда Два Вопроса Смотрите Вот Вы говорите Что у вас Все Преподаватели Были Евреи Большинство Назовем Ну Почти Все Все Вот И Зная О том Что Вы Еврейка У вас Мама Еврейка Вы Не решались Нет Настолько Вот Бабушка Да Настолько Я бабушку Очень Я вообще Была Очень Послушный Человек И Не слишком Разговорчивая Я такая Как я сейчас Я такой В детстве Не была Я была Очень Замкнутая Потому что Ну вот Надо было Язык держать За зубами Вот это Вот И замкнутость От этого Шла Вот Это Самое Что-то Я про Учителей Хотела Сказать А вот Что Я хотела Сказать И Когда Я Пришла В ремесленное Училище Я узнала Что Вечером Дети ходят В вечернюю школу Те Которые Учатся В училище Ну а Мы же Уже Много Пропустили Группы У нас Были Так Группы Девочек И группы Мальчика У нас Не было Смешанных Групп В нашей Группе Было 30 Девочек Мы Учились Слесарь Сборщик По точному Приборостроению Я Шестым Разрядом Закончила Это Ремесленное Училище Вот И Уже Когда Второй Год Я Очень Захотела Учиться В вечерней Школе Нам Не разрешили Нас Послали К руководителю Газпром Руководителю Трудовыми Резервами И мы У него Попросили Разрешение Ходить Нам В вечернюю Школу Он Спросил А как Вы Учитесь Значит Ремесленно Ну Нас Семь Человек Было С одной С этой Тридцати Все Мы Учились Хорошо Учимся На четыре На пять Хорошо Учимся Значит Так Я Вам Разрешаю Ходить В вечернюю Школу Ну Смотрите Первые Тройки В ремесленном Училище Вы Моментально Отзываетесь В вечерней Школы Так что Мы Учились Старались Учиться Значит Хорошо Вот Но Было Очень тяжело С шести Утра До шести Вечера На шесть Часов Утра Был Подъем В училище Подъем Зарядка Потом Кушали Мы В семь Утра И потом Линейка Построения Все Училище Я не помню У нас Или четыреста Или семьсот Человек Было Наше училище Напротив Благовещенской Церкви По ту сторону Реки Благовещенская На той стороне А мы На этой реке И там Большое место От этого От зданий До реки Вот там Мы строились По группам И докладывали Что столько Сколько Что во всех Форма Подворотнички Прошиты Значит Беленькие И у ребят Беленькие И у нас Беленькие В общем Никто не нарушает НФ А нарушения Формы Нету Никого Вот Ну Когда я Закончила Ремесленное Училище 54 27 Июня 54 Года Пришла На завод То Нас Радиоприемник Сколько Конденсаторов Припаять И пока Вот это Оно Проедет Я должна Все это Сделать Если я Не успеваю Я значит Снимаю А те Следующие Меня ругают Потому что Они же тоже Не сделают Свои операции А потом Надо Как в перерыв Или когда Доделывать Эти операции Вот Ну В общем Я работала В первую И в третью Смену Потому что Я успела Восьмой И девятый Класс Закончить В 54 Году А мне еще Десятый Надо было Я же уже Работала Поэтому Ну Сказал Мастер Никто за вас Не будет Отдуваться Вы для себя Учитесь В общем-то И Давайте Работайте Значит Первую Ну С первой Мы шли Это самое В школу А со школы Поспали И опять На работу А с третьей Так на третью Смену Со школы Прямо ехала На Ну На конвейер Тяжело Было Очень Тяжело Ну Потом Там Нас Немножко Дурили Мы же Очень Такие Вот Тут у меня Как раз Здесь Группа Девочек С которыми Я жила В одной Комнате И Моя фотография В школе Моя вечерняя Когда я Училась Еще Уже Уже В десятом Классе Уже Закончивши Ремесленная Я продолжала Ходить В шинели И платки Потому как Ничего Другого Не было Вот Так Это Самое Нас Обдуривали И Мы Голодали В общем Мы успевали Идешь Вот это С третьей смены А в 54 Между прочим В 55 Тоже Немножко Голодовка Была В Харькове Надо было Постоять В очереди За хлебом Вот мы Стояли в очереди Вот что брала Хлеб Тогда Очень Маргарин Был Вкусный Брали Пачку Маргарина И потом Были Болгарские Конфитюры Низенькие Такие Баночки В общем Вот это Вот Это была Наша еда Жили в хозяйке Десять человек Ничего В нас Ни кастрюль Ни ложек Ни мисок Ничего У нас Не было Потому что Мы Ничего Не готовили Когда На работе Мы ходили В столовую Когда Вот на первую Смену Мы утром Прибегали В столовую Брали Там Какие-нибудь Эти С бутером Эти Пирожки В общем Или С повидлом И Стакан чая В обед Веденный перерыв Мы шли В столовую Кушали После работы Извините Ничего Уже не было Вот Так вот Наша Учительница Вот это Вот она Александра Осиповна Малюсенькая Такая Еврейка Пришла Каким-то Образом Пробралась На наш завод И нас Вызвали В завком И она Говорит Вот Семь девочек Когда они Учились Ремесленно Они Говорят Ходили С вот Такими Будками И Они Спали На уроках А когда Они Работают Тут же Тоже Видно На фотокарточках Что Будки У нас Хорошие Вот А когда Они Работать Начали Они Спят На уроках Мы Значит Сидишь Сидишь И Это Самое И Куняешь Вот Что Пожалуйста Разберитесь Что Значит Случилось Ну и Выяснилось Что Закрывали Наряды В общем Не так Как Надо И Обкрадывали Нас Ну а Чтобы Это Не Вышло За Ворота П Значит Нас Весь Этот Конвейер По Военным Цехам Расформировали И Мы Причем По двое По трое Не больше Чтобы Мы Не могли Там Так Сказать Шушукаться Сговариваться Правду Ходить Искать Тем более В общем И Вот С тех пор Я уже Работала В военном Цехе А Поступала Десятый класс Я закончила Мы же тоже Сдавали Очень много Экзаменов Ну фактически Все предметы Сдавали Отдельно Алгебру Отдельно Геометрию Русский Украинский Немецкий Историю Географию Физику Химию Вот это Вот столько Сдавали А потом Я все таки Хотела быть Учительницей И я сдала Свои документы В пединститут И сдала Значит Первый экзамен Был Математика Письменный И меня С работы Не отпускали Я после работы Значит Писала И написала Математику На тройку Хотя Математику Знала Хорошо Потом Был русский Я хорошо Его написала Украинский Написала Она Отлично Потом Что-то Ну Он Он Был Ему Объяснить Почему Я Плохо В школе Они поступили На вечерний ХПИ И говорят Ну мы На заводе Виделись И вообще Переговаривались Сказали Что Что ты дурака Валяешь Вот у нас Висит Объявление Что открывается С 10 Или Какого-то 15 Сентября Набор С 10 Сентября 55 Года Набор На Заочное Отделение Харьковского Политехнического Института Имени Ленина Именно На заочное Отделение Ну и Все Кто где Провалился Все Ринулись Туда Конкурс Был 9 человек Я поехала Забрала Свои документы Сдавала Опять Русские Письменные На 5 Физику Математику И химию 4 Всего было 4 Эти на пятерки И прошла по конкурсу И в общем Меня зачислили И когда я пришла На занятия Почему-то У нас сразу Начались Практические Занятия В химической Лаборатории Почему Я даже не знаю Почему Потому что там Всего 1 Или 2 Лекции Было И собирались Мы группами Я пришла Значит 30 человек Группа Опять 30 Я знаю Что только Старосту Остальных Я вижу А я вас вижу В первый раз Ну в первый раз Я всех вижу И все Ну потом уже Разговорилась И мне По секрету Света Лумельская Сказала Что 400 Китайцев Опоздали К первому Сентября В ХПИ На дневное отделение 400 Евреев Медалистов Отличников Каких Каких там И не было В этом ХПИ Их отчислили А китайцев Зачислили Ну а так как Уже был 55 Сталина Не было Какие-то Родители Нашлись Храбрые Поехали В Министерство Образования В Москву С документами Говорят Вот наши Дети Вот они Так сдали Вот они Так учились Вот они Такие За что Их За что Их Наказали Почему Их Отчислили Ну и Не знаю Что там Им там Говорили Это мне Уже Никто Не рассказывал Но в общем Поэтому Их Зачислили На заочной И потом Вот у остальных Добрали Еще Вроде Сделать Видимо Что был Набор На заочной У меня Есть зачетка У меня Есть Студенческий Я храню Их Потому что Что был такой И ровно Один год Был этот Заочный Потому что Ребята Хорошо Учились Их Никто Не мог Заставить Работать Они Только Занятиями Занимались Должна Им отдать Должное Они Помогали Таким Как я Которые Такие Днем Работали А вечером Еще на Занятия Приходили Помогали Вот И Год Закончился Многие Несколько Уехали Даже В МГУ Многие Тут В Харьковские Вузы Перешли В общем Ну А я На вечерний Перешла И Так как Я Считала Что я Великая Радистка И Радиотехнику Знаю И радиоизмерения Перешла На радиофакультет Вечернего ХПИ И Заканчивала Вечернее отделение ХПИ Харьковского Политехнического Имени И мне Некоторые Говорят Это ты в УЗПИ Да нет УЗПИ Говорю Было На университетской А я Училась В корпусах Электрокорпусе Химкорпусе Физическом В всех этих Лабораториях Все Так что Ну Вот так Вот я Училась После Ремесленного Училища Нина Михайловна Скажите Пожалуйста Вот Мы уже Заговорили Что Вот я Спросил Воспомните Ли вы Как Смерть Сталина А потом Наступил Момент Когда Было Развенчание Культа Личности Да Как Это Вот Для Вас Прошло То То есть Вчера Еще Сталин Был Отцом Нации И Все Плакали На его Похоронах А потом Когда В новостях Начала Появляться Вот Эта Информация Для Человек Я же не сказала Что я училась Ремесленным Только Четверо Были У одной Был папа И мама И папа Без ног С войны Вернулся А в троих Были Только Мамы А остальные 26 человек Это были Все детдомовцы Поэтому Для нас Детдомовцы Это был Большой удар Потому что Мы верили Что действительно Сталин Так сказать Вождь Отец Ну и Потом Понимаете Вот Я даже Уже И дальше Уже Взрослой Была Все равно Говорила Что Советская Власть Вот я После войны Осталась Без отца Без матери Я не Стала Ни воровкой Ни Проституткой Ни Спекулянткой А я Стала Рабочим Человеком Советская Власть Мне дала Специальность Советская Власть Мне дала Возможность Закончить Вечернюю Школу Закончить Закончить Вечернюю Это Очень Трудно Это Тяжело Было Но Все-таки Я получила Специальность Институт Работала Инженером Работала На серьезных Заказах Я работала На разработках По ракетной Технике Вот И участвовала Во многих И Ну В испытаниях Я не участвовала В общем Ну В Байконуре Я не была Вот Но В разработке Аппаратуры Которая Проверяла На старте Перед пуском Ракеты Все это В этих Разработках Я участвовала Вот Поэтому Конечно Для нас Это было Тяжело Эти вопросы Тяжело Ну И поверить Что были Эти гулаги Мы же Того Ничего Не знали Ничего Мы не знали Вот Что Были Концлагеря Советские Что были Ну Что Репрессированы Люди У нас же Получалось Что все Детдомовцы Родители Погибли И все И вот Мы остались В таком Состоянии И что Нас Страна Не бросила Что мы Все-таки Выросли Вот За это Мы Конечно Своей Стране Благодарны Ну Я бы Знаете Хотел Тоже От себя Немножко Заметить А вот С вами Немножко Сейчас Подискутировать Вот Смотрите В той же Например Франции Которая была Разрушена Во время Второй Мировой Войны Да И Германия Которая Воевала Там же Что же Люди Получается Ну Не все В криминал Подались Там же Что же Получается Государство Уже Понятно Это Не нацисты Были А другие Тоже Получается Давали Возможность Людям Как-то Отстраивать Свою Страну После Всей Разрухи Может Я хотел К чему То сказать Может Все Таки Тут Вы Сказали Что Вы Не Стали Там Вот Как Вы Сказали Воровка Еще Может Потому Что Ваше Такое Было Решение У вас Свой Был Путь Который Вы Для Себя Выбрали Я Не Говорю Что Государство Не Помогало Я Кстати Была Очень Болезненным Ребенком Я Очень Много Болела Потому Что В холоде И в голоде Все Таки Была Но Для Меня Вот Учеба Это Была Ну Вот Самое Главное Вот То К чему Я Стремилась Это Действительно Для Меня Было Главное То Учиться Вот Учиться Действительно Вот Учиться Я Хотела Учиться И Мне Это Нравилось И И Все Мои Учителя У меня Ну Один Был В пятом Классе Василь Васильевич Кравченко Он Меня Недолюбливал И Я Его Теж А Все Остальные Кто Меня Учил Всех Учителей Своих До Сих Пор Помню Всех Любила Абсолютно Всех Другой Вопрос А Вы Помните День Когда Гагарин Придел В Космос Конечно Конечно Я Была На Работе Все Это Включали Это Такая Была Радость Такая Гордость Была Что Наш Человек Такой Простой Как И Мы Он Тоже Ремесленное По-моему Заканчивал У меня Где-то Была Его Биография Но Теперь Уже Не Найдешь Вот Очень Большая Гордость Была За Свою Страну Очень Ну И Потом На нашем Заводе Кроме Гагарина И Титова Все Остальные Были Космонады Мы Их Просто Видели Живьем Они К нам Приезжали Благодарить За то Что Хорошую Аппаратуру Для них Делали Немного Вот Уже После Вашего Обучения Вы Стали Дипломированным Специалистом Как У вас Диплом Ваша Специально Звучит Вообще Радиоинженер И Все И Все Радиоинженер Диплом И Радиоинженер Радиоинженер И Тогда Немного О вашей Жизни Уже После Получения Образования Ваша Личная Жизнь Извините За такие Вот Скромные Вопросы Ну Что ж Скромные Конечно Вопросы Вот Жизнь Была Сложной Ну Во-первых У меня У меня Этот Был Комплекс Ну Что Я Очень Некрасивая Вот Мне Еще В детстве Сказала Эта Двоюродная Сестра Когда Она Я еще Маленькая Была Где-то Лет 11 12 Она Говорила Бабушке Ну Как Наша Нинка Жить Будет Она Такая Некрасивая Как Она Будет Жить В Этой Жизни И Я Это Запомнила На Всю Оставшуюся Жизнь Ухаживать С ребят Так Я Думаю Ну Это Так Чтобы Лишь Надо Мною Посмеяться Вот Поэтому Я Очень Долго Ни С кем Не Встречалась И Когда Я Училась В Вечерней Школе Это Ж Мне 17 Лет Было То Я Сидела На Одной Парте Ну Конечно С Евреем Цукерник Борис Альбертович Он Живет Сейчас В Фрайбурге В Германии Кому Я Хотела Позвонить Но Не Получилось Вот В общем Это Самое Он Мне Очень Нравится Это Можно Сказать Моя Первая Любовь Но Никаких Отношений Не Было Он Старше Он С 29 Года Он Попал В Армию Когда Вот Это Закончилась Война Много Погибло И Он Семь Лет Служил На Марфроте В Макароны Посылали Продувать На Палубу Или Еще Чего Нибудь Ну Так Скользь Сильно Не Рассказывал Вот Ну И В Институт Я Уже Была На Четвертом Курсе В Институте Когда Пришел Нашу Группу Молодой Человек Вот И Я В него Влюбилась А Он В меня И Мы Поженились На Четвертом Курсе Причем Пошли Расписались Никто Не знал Из его Родителей Пошли Расписались И пошли В кино Смотреть После Расписи Вот Потом Конечно Что-то В них Была Какая-то Дома Пирушка И Он Проговорился Говорит Вот Я Сижу Тут С вами Выпиваю А Как Ж Моя Жена Какая Жена Мама Его Значит Какая Жена Ну Он Раскололся Ну В общем Они Приехали Меня Забрали Они Жили В своем Доме В своем Доме Отец Отец У него Погиб Под Сталинграном Мать Второй Раз Вышла Замуж Отчим У него Был Отчим Работал На Хемзе И Хемз Тогда Строил Дома Вот Это Поселок Садки Вот Эти Вот Это Хемз Строил Дома И У них Там Был Дом В общем Они За него Еще Долго Выплачивали И Вот Мы Значит Жили В этом Доме И Вот Моя Фамилия Локтеонова Это Моя Фамилия По Моему Первому Мужу Вот Ну Что Сказать Мы Очень Любили Друг Друга Но Я Очень Часто Болела У меня Очень Плохо Сердцем Было И Я Так Месяцами Лежала В Больницах И Придя Ну Прожили Мы Вже Года Три Наверное Да Это В 59 Году Я вышла Замуж На Четвертом Курсе Я была И Прошло Три Года Я Очередной Раз Пришла С больницы А Его Мама Говорит Ты Знаешь Тут У него Зинка Завелась Я Ее В дверь Она В окно Я Молча Никому Ничего Не Говоря Собрала Свои Монатки И ушла И Сколько Он Меня Не Уговаривал Я Не Вернулась Я Очень Сожалею О Своем Поступке Всю Жизнь Сожалела Потом Уже Потому Когда Стала По Настоящему Взрослая Когда Я Поняла Что Такое Жизнь Вот Он Долго Меня Уговаривал Но Все Я Ушла И Не Вернулась И Вернулась Ну, клопы бегают по стенам, тараканы бегают. Думаю, ну что же я сюда привезу вещи, а потом же их никогда не... Я думаю, сделаю ремонт, а потом я, значит, уже переберусь. У меня уже был шифонер. И больше, правда, еще ничего не было. Вот. А потом переберусь. Значит, это я вселилась где-то в конце августа. А в первых числах сентября у нас была партийная конференция. Но я нормально с этой соседкой разговариваю. Почему-то тогда звонков не было, а это самое, стучали в дверь. И я ей говорю, что, Мария, я ухожу на партийную конференцию и приду очень поздно. Пожалуйста, не закрывайте дверь на это, чтобы я могла открыть дверь. Ну, это было буквально где-то 5 или 10 сентября, совсем небольшой период времени. Прихожу, причем конференция действительно затянулась долго, где-то чуть ли не до часу ночи. А у нас завод был на правах райкома. Нам дали автобус. И все, кто жили в этом доме, приехали туда. Я на четвертом этаже. А на втором жил главный конструктор. Ну, он зашел к себе. Я поднялась к себе, стучу, попробовала ключом. Дверь не открывается. Ну, робко постучала, потом громче постучала. Потом открывается дверь, и летит моя раскладушка на лестничную клетку вместе с приемником, будильником и матрасом моим. И дверь закрывается. Ну, что мне делать, я не знаю. Я собрала эти свои вещи и пошла к главному конструктору. А у главного конструктора две комнатки было. Одна комната жили его папа и мама, а вторая комната жил он, она, в смысле Сергей Николаевич Каретников, его жена Нина Андреевна, и двое их детей, четверо. Ну, и кухня. Меня в кухне, так сказать, на раскладушке поселили. Вот. Ну, на следующий день я пришла в завод, ну, рассказала все. А мне говорят, ты пойди к директору. Он у нас член горкома, он тебе поможет. А, я еще сходила в милицию, еще куда-то. Они говорят, это заводской дом, мы не вмешиваемся. Сходила к прокурору, он говорит, это ваша прокуратура, мы туда не вмешиваемся. Вот. Ну, значит, иди к директору. Пошла к директору, взошла к нему, рассказала. Он говорит, так, иди, подойди к юристам или сама сядь, напиши вот это все, что ты рассказала. Ну, только много не пиши. Ну, так, говорит, на этом, в одиннадцатом формате листе, ну, можешь там и на обратной стороне чуть-чуть. Много не пиши, никто много не любит читать. Ну, я вышла, села в секретаря, попросила лист, написала все, что надо. Только мне потом покажешь. Зашла, показала, он говорит, что ходила к юристам? Говорю, нет, не ходила, сама. Сама? Ну, молодец. Так, ну, все, правильно, что ты меня тут ругаешь. Он сказал, ругай меня, что я как член чего-то там горкома тебе не помогаю. Отправляю письмо, только заказным письмом. Заказным, с уведомлением. Говорю, а какой же мне адрес писать? Куда мне ответ пришлют? А, ответ на завод, на завод придет, тебя вызовут в канцелярию, отдадут тебе ответ. Ну, я написала все, отправила это письмо. И буквально через пять дней приходит ответ на завод, что мое письмо переслано в Киев для разбирательства. Ну, думаю, пошла бодяга. А это ж Мария, моя соседка. У нее брат был, герой Советского Союза, погиб на Сандомирском плацдарме. И она считала, она уже квартиру эту получала, комнату ее муж, но она его уже выгнала. Она с ним разошлась. Кстати, муж тоже еврей был, она русская. Она его выгнала, она жила с дочкой и решила, что имеет право расшириться на мою комнату. Ну, и, в общем, что она послала телеграмму этому, что я уже забыла, как его фамилия в Киеве, который был главный прокурор, и что она уже дело выиграла. Ну, я тоже решила, что мое дело в швах. Ну, через несколько дней вызывает меня наш районный прокурор. Он тогда сидел, где вот магазин подписных изданий на Короленко, на слесарном переулке. А перед ним дома, там было его. И вызывает ее, и я пошла к нему, и со мной пошла женщина из залкома, ну, из женсовета. Ну, и он говорит, что пришел ответ из Киева, что Мария Потиевская, Йосиповна, без всяких оснований заняла вашу комнату. Значит, освободите комнату. И это самое. А ты вселяйся, значит, в свою комнату. А я уже успела прописаться. Я как только получила ордер, сразу же в этом доме был ЖЭК заводской. И я сразу сдала паспорт. Вот в чем была моя карта, как говорится. Я была уже прописана на этой площади. Мария говорит, я не занимала комнату, там ничего нет, она пустая. То есть она только выломала замок, выкинула вещи свои, пусть она за ней, вот идемте. И мы, значит, идем за ней на четвертый этаж. Этот прокурор здоровенный, да под Старкова, ты пыхтит. И мы с этой же Женей, тоже ее же Бочарова, Евенея Калюнов же ее давно тоже нету. За этой Марией чупаем. Она подходит, открывает дверь, заходит, захлопнула перед нашим носом дверь, перед носом грюкнула. Прокурор стучит, стучит. Мария, откройте по-хорошему. Завтра мы выломаем этот замок и вселим человека, как положено. У меня есть решение по этому поводу. Но она нам дверь не открыла, мы с чем были, с чем были, всем ушли. А на следующий день мне на заводе выделили машину, забрали мой шифонер. Еще мне хозяйка отдала тумбу от стола. Тумба, знаете, были столы с тумбой, так отпиленная. Значит, она мне тумбу дала и кровать такую, железную, одна с палочкой, чтобы я не на раскладушке спала. Вот. Все это в мои клопы туда кинули. И я говорю, а как же я тут жить буду? А ребята говорят, а где, а что у тебя, а что на кухне? У тебя есть стол? Говорю, нету. Так, пошли быстренько. Ну, ребята с нашего отдела, где я работала, пошли, вот тогда на Короленко был магазин мебельный, купили мне там стол, принесли его. И в это время уже прибежала Мария, соседей вызвали. Она прибежала. Зачем вы выламывали замок? Кем же открыла вам дверь? Ну, в общем, мы ей дали ключ, новый замок на входную дверь поставили, на мою дверь поставили. Вот. И ребята принесли стол, и тут она прибежала. Она, а где ты хочешь поставить свой стол? Где ты хочешь поставить свой стол? А я говорю, вот здесь, под окном я хочу поставить. И поставили мою под окном, а ее ближе к двери. Ой, ну, говорю, ну, вы уедете, а как я тут жить буду? А ребята говорят, как, так как, если будешь ей в зубы смотреть, если не будешь ей в зубы смотреть, значит, будешь мирно жить. Вот. Ну, вот так я вселилась в эту комнату. Ну, потом прошло, я уже там прожила года три в этой комнате. В 67-м году это все было. В 1967-м году я вселилась. А в 70-м, в общем, я отдыхала с одной женщиной с ХТЗ. Ее, к сожалению, тоже уже нету. И я ей очень понравилась. Она говорит, вот если бы ты была помоложе, я бы тебя из рук не выпустила. У нее два сына. Ну, сыновья, я же 36-го, а у нее сын один 45-го, другой 47-го. Ну, молодые очень. Не подхожу ей. Ну, ничего, я тебя все равно женю. В общем, старший сын ее женился. Она пригласила меня на свадьбу. И возле меня сел молодой человек и так за мной ухаживает, так ухаживает. Прямо, ну, думаешь, что ему от меня надо? Потом пошел он меня провожить. Ну, короче говоря, мы поженились. Вот я его фотокарточку сегодня взяла с собой. Вот. Я вам его покажу. Ну, что сказать. Ну, через годы у нас родилась дочка. У меня опять-таки тоже Кесарева было, потому что когда у меня, в общем, отошли воды и все такое, все это, в общем, ночью все это началось. А тогда роднина выступала тогда эти, обычно в 12, 2 часа ночи, это передачи. Врач сидела там, смотрела телевизор, и никого возле меня не было. И я, в общем, вот так в этих водах своих лежу. Окно за мной открыто. Декабрь месяц, 10 декабря. Вот. Ну, в общем, ничего, у меня уже схватки закончились, все закончилось. Все, отволокли меня обратно в палату, а на следующий день слышу, что Кесарева надо делать, но без разрешения мужа тогда не делали. Вот. И он пришел, слава Богу, с утра раненько принес мне передачку. Его спросили, он говорит, конечно, делайте. Что значит, я согласен. Ну, и все, мне сделали Кесарева, но у меня уже было воспаление легких с это вот лежанием в водах. Ну, и, в общем, тут же ж кашлять надо, а тут швы надо держать, чтобы они не расходились. Ну, долго я лежала там, очень долго, дней 20. Ну, в общем, 11 декабря мне сделали 12 дней, это была суббота Кесарева, а выписалась я 30 или 31 декабря. Дело в том, что, ну, это долго же у меня температура была, и у меня как бы молока совсем не было, я расстраивалась. Ну, а потом меня научили, что надо работать с грудью, надо ее массировать. Ну, вот я уже работала, работала, на пеленку выдавилась, ну, как 2 миллиметра или 3 миллиметра кружочек. Думаю, ну, что же я дома буду делать? Тут же ж кормят ее, кто-то с чем-то ее кормят. Вот. Ну, а потом уже меня спустили, причем Кесарева делали ее почему-то в гинекологии, а потом спустили уже на первый этаж, все это в третьем роддоме, на угол Мельникова и Дарвина, и большая палата, всем, значит, приносят и мне принесли. Я думаю, ну, она у меня длинная родилась, большая, чуть ли не 60 сантиметров, у людей так лежит ребеночек, а моя так лежит, ноги свешиваются, и девчонка же тебе говорят мне, ты попроси медсестру, которая к тебе приносит, чтобы она перед кормлением взвесила ее, и потом, когда ты покормишь, опять ее взвесили. Когда взвесили, она нормально вытягивает столько, сколько ей нужно. Ну, и потом приехала бабушка, у меня там тоже есть фотография, она как раз приехала ко мне. В общем, ну, и все, я выписалась, и стали мы жить-поживать. На этой квартире еще мы жили, до 74-го года. Вот. А в 74-м году, ну, ребенок подрастает, ну, тесно, конечно. Вот. А в него до меня была семья, он разошелся с женой, ну, жена очень выпивала, и гулять любила. И там было двое детей, девочка Глухонемая. И Глухонемая фактически с нами жила. Ну, в общем, ну, тесно, действительно. И он, а он прорабом был на стройке. Он строитель сам был. Ментишинов Юрий Георгиевич, 36-го года рождения. И он ушел со стройки, на Салтовке, с прорабства, ушел на техника, в ЖЭК, на 60 или на 70 рублей. И эта жена его подала на него в суд, чтобы он платил алименты на двоих детей. Он на двоих детей платил 50 или не знаю сколько-то процентов. Ну, я уже инженером была, 120 получала, денег нам хватало. Вот. Ну, а потом, это мы переехали. Вот это он поработал там, ну, в общем, осенью он туда ушел. И работал почти до весны. Дали ему служебную комнату, служебное жилье, две комнаты, 33 квадратных метра полезной площади. Но, так как она была служебная, то там, в общем, унитаз украли, газовую печку украли. И пока, значит, он все это достал обратно, унитаз поставил, печку, ничего мне не говорил, что ему же это выделили, официально эту комнату. Полы он перестелил, он тоже мастеровой был парень. Перестелил полы, ну, сказал, ну, идем красить нашу новую квартиру. Как? Какую, в общем? Ну, только я тогда узнала. И мы 12 апреля 1974 года, на день космонавтики, перебрались в эту квартиру. Ну, и прожил он там год с небольшим. В сентябре, 6 сентября 1975 года, он трагически погиб. И я осталась одна, с ребенком, 3 года, 9 месяцев, и, как говорится, без никого. И вся остальная моя жизнь с моей дочерью. Вот и вся моя любовь. Тяжело я очень перенесла. Мы жили на первом этаже, угловая квартира была. И вот мне каждую ночь, я слышу, что вот идет он, я слышу его шаги под окнами. Вот слышу шаги. Бегу, открываю дверь. Под дверью никого нет. Ну, ничего, выжила. Выжила, дочку вырастила. Дочка у меня хорошая. Правильная. Дети у меня тоже хорошие. Внуки, внуки, дети. Но я их детьми своими считаю. Старшему внуку он закончил консерваторию в 30-й год уже. В 30-й год ему пошел, вот в октябре месяце. Второй внук, в общем, старший внук меня, к сожалению, работы в Харькове не нашел. Он закончил консерваторию, два года поработал в школах учителем. Хорошо он способный. Учитель, за ним и дети переходили с одной школы в другую, и родители. Но его сократили. Он два года еще безработный был, частными уроками занимался. А потом написал в 20 с лишним школ ленинградских свое резюме разослал. И одна из школ его пригласила к себе на работу. И он оказался в Ленинграде. Школа имени Римского Корсакова, которая в центре Ленинграда, пригласили его туда. И он там проработал три года. А сейчас он работает, у него нашлись спонсоры, или, как они называются, инвесторы, которые открыли школу, и он там работает в этой школе. Вот. Михайлов Михаил Евгеньевич, старший мой внук. Второй внук Михайлов Юрий Евгеньевич живет в Мексике. После восьми классов мы его отправили в Израиль, потому что очень трудно было материально он прошел эти вот ну, которые Таглит и другие программы, которые тогда в Днепропетровске я с ним ездила. Его зачислили на программу, он прошел, три года он учился, закончил школу, хорошо закончил. И когда закончил школу, они всем классом собирались пойти служить в армию. Все пошли, а его не взяли. У него минус 9, минус 8 зрения. Он пошел, работал мощиком машин, хлебопекарни, работал в пластмассовом цеху, в общем, заработал деньги, сделал операцию, стал видеть нормально, взяли его в армию, он очень хотел боевые части, он туда попал, закончил службу снайпера. Ну, у них так заведено, что после окончания службы они едут там в общем со своим командиром и там целая куча. Они были в Грузии на Эльбрус поднимались, потом они поехали в Индию, потом они поехали в Непал, на Гималай поднимались, и когда они оттуда уехали, там было большое землетрясение в Гималаях. Вот, оттуда он к нам вернулся в Харьков, вот, ну, с ноутбуком, искал работу в Израиле и нашел предпринимателя, у которого работа была в Мексике, и он уехал в Мексику. И вот там уже живет, не знаю, сколько он там живет, два или три года уже, женился, женился, жена мексиканка с двумя детьми. Очень хорошая женщина, любят они друг друга, привозил он нам ее, мы ее видели, нам она понравилась, но главное, что они любят друг друга, живут в любви и дружбе, вот, сейчас они ждут своего общего ребенка. Вот, третья девочка, 2001 года рождения, значит, дочка моя с первым мужем тоже разошлась, очень рано, и мы воспитывали этих двух старших Михайловых, вот, ну, вот самый старший, что консерваторию закончил, он, ну, не захотел он в Израиль, вот, он себя чувствует русским, отец у него русский, вот, у Юры, что же отец русский, но Юра себя чувствует евреем, мама, моя дочка Таня, еще раз вышла замуж, и теперь у нее еще трое детей, старшая девочка, заканчивайте, не, немножко батарея заканчивается, давайте вы сейчас о внуках чуть-чуть дорасскажете, еще пять минут, а потом перерыв, значит, девочка 2001 года рождения, Аня, закончила девять классов, опять же, прошла по программе в Израиль, приехала туда, а мы ее в пять лет отдали в школу, и там ей говорят, что в десятый класс мы тебя никак не можем взять, то только опять в девятый, ну, там совершенно другая программа, то есть, то, что она тут кончала девятый, ничего ей там не дало, в общем, очень хорошо училась, привозила нам, показывала по основным предметам 198, 197, и даже по ивриту или по чем-то 200 баллов, вот, вот английский у нее был 78, или, ну, она летом приехала, мы ей нанимали учителя, и она подтянула английский, вот, сейчас она учится в тринадцатом классе, в двенадцатом заканчивает, и тоже мечтает, что закончит учебу и пойдет в армию, вот, ну, после нее еще у нас родился Давид в 2007 году, он сейчас в шестом классе в Яшиве учится, еще у нас родилась девочка в 2010 или в 2011 или 2011 году, нет, ей восемь лет исполнилось, значит, она в 2010 родилась в октябре месяце, она сейчас учится во втором классе в еврейской школе, ну, все, в общем, дети учились, все абсолютно в еврейской нашей школе, в еврейском садике они были. Хотелось бы услышать ваш рассказ о том, как вы вернулись к своей культуре, да, как вот кровь вашей мамы, которая вот все это время находится у вас и которую вы передали своим детям, как вы вот снова ее встретили? Ну, это было на работе, на заводе, как-то уже последние годы, уже когда я работала, ну, где-то в 88-89, год, как-то уже все больше, как-то послабление все-таки было, и у нас на работе девочки увлекались гороскопами, и вот они уже на всех посоставляли гороскопы, кроме на меня не составили, а я же все-таки там небольшим начальником была, и вот давайте мы, Нина Михайловна, давайте мы вам составим гороскоп, говорю, какой гороскоп? У меня, говорю, среднепотолочный, год, день и месяц рождения, только город я знаю, и улицу, где я родилась, а этого я ничего не знаю, как? Да вы же родились в Харькове, ну, правда, в 20... в 46-м году бабушка обращалась в ЗАГС, чтобы получить мое свидетельство о рождении, сказали, что документы пропали, что нету, ничего, или они не вернулись тогда еще с эвакуации, ну, в общем, сказали, что нету, ничего нету, что пропали и все, и поэтому, вот это ж я, когда поступала в комсомол, бабушка мне сказала, что сказать, и то было у меня свидетельство, и на том свидетельстве я получала паспорт, со слов, которое у меня было в Бурлоке свидетельство получила, вот, а тут, значит, я же девочкам говорю, что, ну, так вы живете в Харькове, вы же в Харькове родились, давайте позвоним в архив, может же там что-то есть, и у меня на работе был городской телефон, там не во всех был, но у меня был городской телефон, и мы позвонили, ну, я позвонила, и мне сказали, приезжайте, есть документы за эти года, значит, довоенные, мне выписали увольнительную, я ничего, только вот этот, проездной у меня, у нас был проездной, потому что на другие заводы ездили, проездной билет взяла, ничего больше с собой, это было зимой, в декабре, или какой-то месяц был, что это самое, что я еще и шла к горысполкому, и меня какой-то фотограф, которые там фотографировали, еще и фотография есть зимняя, что я в зимнем всем одетая, ну, в общем, поднялась на четвертый, или на какой уже там, я не помню, этаж, ну, и говорю, что я такая-то, такая-то, я думаю, что я, ну, пишусь, значит, 20 января, вот, рассказала, как я вычислила, они открыли 37-й, вот, листали, листали, нигде меня нету, говорю, ну, посмотрите, в 36-м, в 35-м, может, я родилась, может, же просто, я не знаю, может, я врала всю жизнь, я постарше, а это самое, начали 36-й с конца, и очень быстро дошли до 20-го декабря, открывают лист, а там все написано, что Криничанская Нина Михайловна родилась 20-го декабря 1936-го года, мать Гримбойм Ревека Абрамовна, 1898-го года рождения, рабочая швыя, фабрика имени Тинякова, отец Криничанский Михаил Маркович, 1912-го года рождения, рабочий радиозавода, слесарь или кто, по-моему, слесарь, это самое, документ получил отец, там это самое, вот это все, что значит на этом листе, вот, они говорят, мы можем вам выдать паспорт, но это стоит 5 гривен, говорю, у меня ничего с собой нет, ну, приходите завтра, мы вам выдадим, то есть не паспорт, а свидетельство о рождении, вот, я следующий день, то опять же выписала удостоверение, на проходной выйти, поехала с пятеркой же, заплатила, получила, привезла на работу, ну, вот, говорю, теперь можете составлять гороскоп, ну, про гороскоп я уже не помню, составляли или нет, вот, это самое, а дочка уже в это время была замужем, и уже родился в нее старший мальчик, да, или родился, ну, в общем, ну, да, он в 89-м родился, он 4 октября 89-го года, вот, и говорю я, вот мое свидетельство, настоящее рождение, мы, говорю, с тобой, евреи, видишь, меня мать еврейка, ну, если по украинским законам, то вроде бы я должна быть украинка, но если по еврейским законам, то я еврейка, она мне спокойно говорит, ну, евреи так евреи, дети подросли, пошли в еврейский детский сад, то есть, мы их сразу везде позаписывали, везде их, это самое, они в школу еврейскую пошли, в еврейский детский садик пошли, ну, и она даже ходила на курсы еврита, и в это время уже она разошлась с мужем, и мы даже хотели уехать в Израиль, вот, и я с ней даже пару раз ходила на курсы, но я с двумя детьми сидела сзади, я уже ничего там не слышала, что говорили, вот, ну, и начали мы собирать документы, а тогда консул сидел в техникуме метрологии, на кооперативной, ну, бывшей Берия улица, рыбная, потом она кооперативная, вот, и это самое, они потребовали разрешения от отца, чтобы она могла увезти двоих детей в Израиль, он нам разрешения не дал, ну, я так разозлилась, поругалась, говорю, так что мы тут, говорю, с голоду должны умирать, и дети твои тоже вместе с нами, а эти самые элементы он не платил, мы тогда пошли другим путем, мы сделали вид, что мы не знаем, где он живет, и подали в суд, чтобы его разыскали, его ровно год искали без нескольких дней, мы не знаем, где он живет, получить, значит, это самое, в суд Акиш, это разрешение, это же потом стал, он не дал разрешения, и буквально за несколько, а он жил рядом с этой вот прокуратурой, вот, и когда я пошла уже, значит, чтобы брать нам решение, что они нашли этого, они, а постойте, постойте, Михайлов, Михайлов Евгений, так мы же его ищем, так он же же вот тут, а тут приходила его мама, говорит, что это самое, она хочет с внуками видеться, ну, и, в общем, отрубили нам кранты, никуда мы не поехали, остались здесь, вот, потом Таня вышла второй раз замуж, где-то в девяносто девятом году, да, в девяносто девятом году, или в девяносто девятом году, это в двухтысячном, вот где-то в эти годы она вышла, и потом уже родилась Аня, Давид, Злата, вот, и все, значит, пошли в еврейский садик, еврейскую школу, ну, а я пошла по каким-то делам, это самое, в синагогу, а, записывать летний лагерь своих шиш внуков, а секретарь Полина, там чудный человек, секретарь у нас, говорит, ну, я же уже несколько раз, я приносила их, она говорит, вы почему не ходите на занятия, говорю, какие занятия, ну, изучают Тору, там, изучают то, 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 все, я говорю, вы понимаете, я же ничего не знаю, я абсолютно ничего не знаю, а я же привыкла всегда быть впереди, планеты всей, что я всегда знаю, я хорошо все знаю, а тут я, значит, должна сидеть, как дурочка, ничего не знаю, ни одного имени, всех, что называют, кто такой Авраама, кто там такая Сара, вот, и мне стыдно спрашивать, она говорит, а вы не стесняйтесь, у евреев не принято не спрашивать, наоборот, хорошо, когда человек много спрашивает, значит, он чем-то интересуется, ну, и вообще, говорит, в общем, она говорит, вы мне нравитесь, и вы давайте начинаете ходить на занятия, и я начала ходить на занятия, очень стыдно было, сижу, ничего не знаю, но я Тору сразу начала читать, Тору, и другие, в общем, книги, и записывать, и записывать вопросы, а потом же еще, а потом же еще, я пошла, шла мимо музея Холокоста, и увидела написано, музей Холокоста, поднялась на второй этаж, там Юлана сидела, ну, ну, и это самое, мы с ней разговаривали, я ей сказала, что у меня мама еврейка погибла, она начала оформлять этот лист, я же, я два шем, это Юлана оформила в этот лист на мою, Юлана, Юлана Вальшонок, работник музея Холокоста, вот, Юлана Михайловна Вальшонок, и она начала меня уговаривать ходить к ней на занятия, ну, и, в общем, стала приглашать на фильмы еврейские, на беседы всевозможные, вот, я сначала с детками ходила, а потом уже, когда дети в школу уже заняты, и все, я уже сама ходила, в общем, с тех пор я хожу в музей Холокоста, и с тех пор я хожу в синагогу, причем в синагоге я занимаюсь серьезно, я, ну, не то, что хорошо, знать там хорошо, это сложно, это даже смешно сказать, что я хорошо знаю, но я серьезно изучаю Тору, уже могу, допустим, человеку, который ничего не знает, объяснить что-то, ну, одну из глав, любую из глав, главы, я уже, ну, я столько лет, я уже фактически почти 20 лет, я каждый год прочитываю Торы, прочитываю комментарии к ней, а вместе с Юланой Михайловной, Вальшонок, я изучаю пророков, и всю историю, какие там цари, какой за каким, кто, какие годы, что они там делали, какие войны были, вот, мне лично это очень интересно, и я считаю, что каждый еврей это должен знать, и очень отрицательно отношусь к тем, которые ходят 20 лет и ничего не знают, ну, я несправедлива, ну, я максималистка, я считаю, что вот нужно знать. Недавно вы были в Германии, вот, недавно были в Германии, и вы выступали в зале суда, Ньюрбергского процесса, вы были главным действующим лицом этого мероприятия, вот, у меня вот с этим связаны вопросы, во-первых, как вам этот ваш первый опыт, вот, поездки, я так понимаю, это же первая поездка за границу, назовем, вне предела бывшего Советского Союза, да, и вот как вам ваш первый опыт этой поездки, потом очень важный, сложный вопрос, наверное, да, вот он связанный с тем, как, что вы думали о Германии и о Западной Европе в целом, да, до этого, и как ваше мнение, вот, на данный момент. Ну, за границей, конечно, я была впервые, и я очень благодарю тех людей, которые мне устроили эту поездку, я очень благодарна им, это, товарищ, ну, хорошо, я очень, ладно, я очень довольна поездкой, мне очень понравилась Германия, мне очень понравились люди, мне очень понравились эти города, особенно Нюрнберг и Мюнхен тоже, но мы там меньше были, ну, вот, я себя там свободно чувствовала, и как-то мне казалось, что люди там, ну, немножко другие, чем у нас на Украине, они какие-то более свободные, они какие-то более приветливые, вот я иду по своей улице, я живу в районе, где много студентов, ну, во-первых, мне не нравится, что нецензурная, это лексика очень, уже очень у нас распространена, среди молодежи, мне это очень не нравится, когда я была и в ремесленном, я училась, кстати, когда я пришла на завод, я вообще мата на заводе не слышала, не слышала ни от кого, ни от рабочих, ни от уборщиц, ни от самых, самых там низкого качества людей, как говорится, но все говорили культурно, в общем, а тем более не в школе, не в вечернем, не в ремесленном училище, вообще я как-то выросла без мата, я его не слышала, а сейчас вот это вот на улицах, иногда даже останавливая, вот иду и говорю, ребята, вы такие красивые, вы так хорошо одеты, обуты, вы, видно, что вы благополучные люди, и вот эти жабы летят из ваших уст, ну как вы можете себе, ну извините, бабушка, извините, я говорю, дело не извините, а дело в вас, что вы сами себя калечите, зачем вам это нужно, в Германии, конечно, я не знаю немецкого языка, но все нормально, как-то тихо разговаривали, и как-то все-таки приветливо, люди смотрели в глаза, вот не было никакого зла этого, что вот оно, иногда идешь у нас в Харькове по улице, и встречная идет тебе, так зло смотрит в глаза, с таким злом, как будто бы ты виноват в его бедах, правда, мне иногда так кажется, ну как можно так, ну у тебя какая-то беда, ну поделись уже со своими близкими, или как-то же разрули эту свою беду, нельзя же в беде жить, нельзя, это неправильно, ну а как я к немцам, конечно, как я к немцам относилась, плохо я к ним относилась, когда я была маленькая, я в школе не учила немецкий язык, фактически не учила, ну так, чтобы получить там оценку, а чтобы учить серьезно, и уже в институте тоже немецкий, я не английский учила, немецкий, я немецкого языка не знаю, сейчас я понимаю, что это очень большое упущение, тех людей, которые меня окружали, которые все-таки должны были мне растолковать, что язык это одно, а немцы это совсем другое, вот, ну есть же кроме немцев и англичаней, еще другие люди, в общем, ну, в общем, а сейчас я к ним нормально, я увидела, что они нормальные люди, что они очень красиво отстроили свои города, и живут они очень красиво, все у них есть, они живут, видно, что в достатке, и мне очень понравилось и метро, и как вот машины, как вот даже водители, друг друга, без этого нету злости, ненависти, а тот тому, тот, что так и внул другому, тот уступил дорогу, точно же у них тоже есть пробки, и все прочее, но нету вот этого, вот злости нету, вот мирные, ну, мне кажется, что они мирно, хорошо живут, вот. То есть сейчас вы, ну, наверное, уже, получается, научились, для себя научились, для себя, научились разделять нацистов, немцев, немцев и нацистов, безусловно. И не обязательно немец-нацист, правильно? Да, ну, конечно. Мы же говорим о тоталитаризме, он может быть вне, где угодно. Да, в любой стране, вот, и потом, даже вот многие, мы же сейчас, разговариваем, с евреями, многими, которые выжили, я же в этой организации узников состою, многие вспоминают, что были немцы, которые там и конфетку давал, или подсказывал, что, мол, спрячьтесь, или, ну, то есть были люди, которые сочувствовали, то есть не все были фашистами. Ну, были заложниками этих... Да, идей, идей, этих бредовых идей, которые были. Ну, конечно, на меня эти музеи, которые мы посмотрели, очень сильное впечатление. Размах у Гитлера был, конечно, невероятный, невероятный. Это так чувствуется, что даже сейчас, в этих камнях даже все это чувствуется. Это воспринимается очень тяжело. Это узнавать тяжело все это. Хотя уже и понимаешь, что это не должно вернуться. Но все-таки где-то червачок. А если еще найдется кто-то, извините, подлюка такая же, которая может взбудоражить мир, мир и повести народы, в общем, люди должны жить в мире. Всех нас Бог сотворил. Все мы Божьи создания. Никто мы не лучше друг друга. Все мы равны перед Богом. И все... Бог нас создал для жизни. Вот что бы вы в этом контексте хотели бы сказать, на самом деле, всем, кому адресовано ваше интервью? Я хотела бы сказать, что жить без родителей очень трудно. Это не то слово. Родителей не хватает всегда. И когда ты маленький, и когда ты взрослый, и когда ты решаешь свои проблемы, я вот считаю, что я много ошибок бы не сделала. Я бы не разошлась своим первым мужем, если бы у меня были мама или папа, или хотя бы братья, или сестры, или дедушки, или бабушки. Бабушка, которая у меня единственная была, она была далеко, в деревне. Я с ней участвовала в вечерней школе, в институте, я с ней фактически, ну, переписывалась, а видеться фактически не виделась. Я считаю, что родители, их нужно ценить. Их нужно ценить не тогда, когда там делят наследство или еще чего-то, а ценить всегда. С детства самого. Потому что, ну, это, ну, это наша кровь. Это те, для кого мы самые дорогие на этом белом свете. и мне мамы не хватало всегда. Всегда. Даже вот сейчас, иногда какие-то вопросы, думаю, а вот я бы спросила мама, что бы мне мама сказала. То есть, ну, это та недостача, я хочу быть с родителями, поручь земною. Вот. И я желаю всем быть с родителями, иметь родителей. Мне очень больно, когда вот расходятся молодые, когда остаются дети без отца особенно, а еще есть такие, что и без матери остаются, и которые попадают в детдом. Это ужасно. Это тяжело. Не во всех детдомах, не во всех, не всегда окружающие люди хорошему тебя могут научить. Много можно увидеть и плохого, и научиться плохому, если тебя, ну, не сдерживают твои близкие люди. Так что, это очень трудно вырасти нормальным, хорошим человеком. Ну, как-то надо, конечно, иметь стержень, но стержня недостаточно. Нужно помнить, что у тебя всегда были, что тебя родили люди, что ты не подкидыш какой-нибудь, а тебя родили люди для радости и для жизни. Инна Михайловна, спасибо вам. Я, знаете, это даже вот там вне интервью, вне всего, что мы делаем, просто спасибо, что вы есть. Я вот благодарен судьбе, что она меня познакомила с вами. И вот крайний вопрос, это не вопрос, а на самом деле, какие у вас есть вот на самом деле пожелания для нас, вот, что бы мы могли сделать. Вот это вот, и на этой ноте мы будем. я вам всем желаю быть счастливыми, я вам всем желаю быть счастливыми, построить свои семьи, иметь всегда взаимопонимание со своими родителями, тоже надо всегда понимать, потому что мы люди разных поколений, иногда нас очень трудно понять, мы в другой среде выросли, и все-таки то в нас где-то сидит, все, оно не ушло из нас, мы остались где-то в глубине такими, какими мы выросли. Вот, а вы же растете совсем другими, вы свободные люди, у вас нет вот этой зажатости, вы не боитесь высказать свои мысли, а мы, ну, всегда надо было что-то скрывать, что-то надо было таить, вот, даже работая на заводе, ты не мог сказать, кем ты работаешь, что ты делаешь, это тоже была накладка, вот, ну, и тоже, вот, я вам желаю счастья, самого настоящего, счастья, быть счастливыми в своих семьях, со своими женами, со своими детьми, со своими родителями, чтобы окружающие были у вас хорошие люди, чтобы были хорошие соседи, как говорится в еврейских книгах, выбирая себе квартиру или дом для жилья, смотри, кто у тебя соседи, не селись рядом с плохими соседями, они могут на тебя все-таки повлиять, ну, вот, как соседи-арабы, евреи, получается, ну, что вам еще сказать, от души вам, желаю быть счастливыми, потому что сейчас, по-моему, ну, все-таки, больше возможностей, я понимаю, что сейчас не все для всех открыто, но все равно, больше свободы, больше открытости, на самом деле, пожелание счастья, это взаимно, и счастье и варя нам всем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok